Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Валентин Иванович находился в коме, но даже не подозревал об этом. Он просто чувствовал невероятный холод, который пробирал его просто до костей. Казалось, что заледенело все – и сердце, и кровь, и даже мысли. Каждый вдох и выдох давались с невероятным трудом. Не было ничего – ни зрения, ни слуха, ни желаний. Только холод, который он ощущал каждой клеточкой своего тела. Сколько времени все это продолжалось, Валентин Иванович не знал, но в какой-то момент понял, что его тело, до этого тяжелое, словно налитое свинцом, стало легким, как пушинка, и начало медленно подниматься вверх. Голова закружилась, появилась тошнота, но он не мог ни позвать на помощь, ни подняться, ни открыть глаза. А его все несло и несло вверх, и скорость становилась просто невероятной. Вдруг в какой-то момент движение прекратилось, и на долю секунды Валентин Иванович повис в невесомости, а потом резко стал падать вниз. И снова это длилось бесконечно, может быть, даже целую жизнь. Времени не было. Вместо него были эти адские качели. Вниз, потом вверх, потом снова вниз. Говорят, когда человек находится в коме, он видит свет в конце туннеля и идет по странному освещенному коридору туда, где, как ему кажется, его зовут и ждут. У Валентины ничего этого не было. Он даже не видел, как другие, своего тела, которое лежало, прикованное к реанимационной кровати. Был только холод, качели и страх, животный страх, ужас от того, что это не закончится никогда. Однако с появлением страха стали появляться и мысли. Неясные, несформированные, тусклые, как тот свет, который иногда стал пробиваться сквозь непроглядную черноту. Свет появлялся ненадолго и рассеивался, словно туман, но всегда был не впереди, как в туннеле, а повсюду. Когда мгла светлела, становилось легче дышать, и Валентин Иванович научился ждать, когда же появится свет снова. К его радости это стало случаться все чаще и чаще, а вот качели замедлили свою амплитуду и не вызывали уже с такого страха, как раньше. А потом случилось настоящее чудо. Валентин Иванович услышал неясный шум, что это было. Он совсем не понял, но теперь уже четко осознавал, что постепенно все меняется к лучшему, и однажды он снова на этом мысли обрывались. Что будет дальше, он не знал. И вот как-то тусклый свет стал нестерпимо ярким. Он резал глаза до боли, и Валентину Ивановичу очень хотелось, чтобы он снова потускнел, но этого не происходило. Слух тоже обострился. Вот сквозь странные звуковые шумы стали проступать голоса. Можно было даже различить, что разговаривают двое, мужчина и женщина. Как вы думаете, Федор Васильевич, долго он еще будет в таком состоянии? Ничего определенного не могу сказать тебе, Людочка. Кома – дело непредсказуемое. Иногда люди лежат годами. Правда, не думаю, что нашему пациенту достанется такая участь. Конечно, его привезли сюда в очень тяжелом состоянии, но на вид ему всего лет 50-55. Организм еще сильный и вполне может справиться с болезнью. Мне говорили, что нашли его на окраине города какие-то бомжи и сами сюда притащили. Но он сам не похож на такого же, как они. Продолжал женский голос. А дед был бедно, но все-таки не как бомж. Это мне Светка из приемного говорила, а родни у него вроде бы никакой нет. Да, все верно, Людочка. Так и было. Ну что я могу тебе на это сказать? Немного помолчав, проговорил Федор Васильевич. Ситуации бывают разные, но не нам судить людей, где и как они попали в беду. Ну, наше дело лечить всех, кто в этом нуждается. А уж бомж он там или олигарх. Пусть разбираются те, кто уполномочен это делать. Так что давайте-ка, милая, займитесь своими прямыми обязанностями. А я займусь своими. Валентин не все понял из того, что услышал. Невидимые ему собеседники разговаривали очень медленно, словно специально растягивая слова. Но ему стало ясно одно. Он в больнице, его лечат, и нужно обязательно дать им знать, что к нему возвращается сознание. А еще попросить, чтобы ему прикрыли глаза от этого яркого света. В конце концов, это настоящее мучение. И помогли справиться с вернувшейся тошнотой. Но он смог сделать это не сразу. Может быть, прошел час, а может быть, день или два. Когда же, пытаясь прикрыть глаза от слепящего света рукой, он слегка пошевелил пальцами, тут же услышал громкий крик. «Федор Васильевич, Федор Васильевич, скорее сюда! Он приходит в себя, только что пошевелился, ну скорее же!» Это кричала медсестра. Та самая Людочка, разговор которой с врачом слышал Валентин. Только теперь ее речь не была ни медленной, ни тягучей. И даже хотелось, чтобы она говорила не так быстро и не настолько громко. Валентин сделал усилие и приоткрыл глаза. Так вот, откуда был тот свет? Оказывается, Валентин лежал в палате, где все было белым, и он сам тоже был укрыт какой-то белой простыней. «Ну что, дружище?» наклонился над ним немолодой уже доктор. «Будем жить?» «Кажется, будем», согласно прошептал Валентин. Врач рассказал Валентину, что он провел в коме почти неделю, а нашли его за городом в бессознательном состоянии и привезли в больницу, не думая, что он выживет. Открытых травм не было, но два сломанных ребра дали понять, что его, скорее всего, вышвырнули из машины. По счастливой случайности, внизу находилась свалка и по мягкой земле он скатился под откос. Там его и обнаружили какие-то бомжи. «Кстати, у тебя в организме было обнаружено достаточно много токсичных веществ. Не знаю, может, ты что ел или пил со своими товарищами на свалке, а может, кто-то хотел тебя отравить, а потом выбросил. Народ сейчас жестокий, так что я ничему не удивлюсь. Я ничего не помню», проговорил Валентин. «А имя? И где живешь?» Мужчина слегка нахмурился, напрягаясь, даже немного приподнялся, но тут же откинулся на подушке. «Нет, не помню. Совсем ничего не помню». «Ну ничего, ты, главное, поправляйся», похлопал его по плечу доктор. «А там разберемся». С того самого времени Валентин пошел на поправку. Конечно, это оказалось не так быстро, как ему хотелось, но все-таки спустя непродолжительное время он уже сам мог не только подниматься на постели, но и есть. Жил Валентин без имени и не представлял, что будет делать, когда его выпишут из больницы. Пару раз к нему приходил полицейский, совсем молодой парень, о чем-то расспрашивал, что-то записывал в свой блокнот. Память подвела Валентина, и никто не мог ему помочь ее восстановить. Однажды теплым сентябрьским днем Валентина выписали из больницы, и он отправился, куда глаза глядят, не разбирая дороги и думая о том, что же делать дальше. Одну улицу сменяла другая, попадались на его пути скверы и самые разные дома. Валентину казалось, что когда-то он уже здесь бывал, но сколько не иссилился, вспомнить так ничего и не смог. И только очень удивился, когда оказался у какой-то квартиры. Валентин позвонил, и почти сразу ему открыла молодая рожеволосая женщина. «Здравствуйте, вам кого?» спросила она с нескрываемым удивлением. «Я не знаю», ответил Валентин, вглядываясь в ее лицо. «Ну и до свидания», грубовато сказала она и добавила, «Еще раз сюда придете, я все мужу расскажу». «Да я не хотел вас обидеть», проговорил Валентин. «Просто мне хотелось узнать». «Ну так идите в справочное бюро», недовольным голосом сказала рожеволосая девушка и захлопнула перед ним дверь. Чувствуя себя неловко, он постоял еще немного, а потом направился к выходу. Когда же шел по двору, услышал удивленный и в то же время обрадованный женский голос. «Валечка! Валентин, это ты!» Мужчина обернулся и увидел стоявшую перед ним женщину лет сорока. Она держала в руках тяжелые сумки и была явно уставшей, но ему улыбалась, как хорошо знакомому человеку. Валентин немного постоял в растерянности и вдруг сам от себя, не ожидая, сказал «Аня! Анечка! О, Господи, Аня!» Он вспомнил, что эту женщину зовут Анна. Вспомнил, что когда-то они вместе работали в одном бюро. «А нам сказали, что ты умер», проговорила она, подходя ближе. «Мы даже сумму собрали на твои похороны и передали твоим родственникам». Валентин подхватил ее сумки. «Анечка, милая, понимаешь, со мной случилась беда. Я ничего не помню. Ты не могла бы мне рассказать, помочь вернуть память. Очень тебя об этом прошу». «Да, конечно, только подожди меня. Видишь, там кафе. Зайди туда, а я скоро. Мне нужно навестить мою свекровь, и она совсем не поймет, если я приду с чужим мужчиной». Валентин улыбнулся. Он уже отвык воспринимать себя мужчиной, и, несмотря на протесты Анны, помог ей донести сумки до подъезда. А потом он на самом деле подошел к кафе, но внутрь заходить не стал. У него не было денег даже на чашку чая. Вскоре пришла Анна, и очень удивилась, что он ждет ее на скамейке. Когда же мужчина, смущаясь, объяснил, в чем дело, она только покачала головой. «Поехали ко мне, Валь. Конечно, я живу далеко, но зато у меня ты сможешь не только поесть, но и отдохнуть». Валентин согласился и был за это очень благодарен Анне. Она же рассказывала ему все, что знала о нем самом, и по ее словам выходило, что Валентин когда-то был женат. Своих детей у него не было, зато он воспитывал Дашу, дочку жены, которая родила ее еще в первом браке. И вроде бы все у них было хорошо, но потом умерла жена, и Валентин остался один. Дочь к тому моменту уже взрослая девушка уехала куда-то, и Валентин всего себя посвящал работе, не торопясь вечерами возвращаться домой, где его уже никто не ждал. Теперь Валентин вспомнил все, и то, как однажды Даша приехала к нему и с горькими слезами стала жаловаться на то, что полюбила парня. Но его семья ее не приняла. Вместе с женихом Даша долго скиталась по квартирам, но теперь, когда она беременна, сил на это у нее уже не осталось. Даша стала просить приемного отца, чтобы он разрешил им с Костей пожить у него. «Ну, конечно», ответил Валентин, «и мне не будет скучно, и вам полегче, все-таки свое жилье». «Ну да», согласилась Даша, «мама была бы очень этому рада». И еще вспомнил Валентин, что совсем недавно видел Дашу. Это она открыла ему дверь, но сделала вид, что не знает своего приемного отца, того, кто относился к ней, как к родной дочери. Семи лет воспитывал и заботился о ней. И вот она не пустила Валентина на порог его же квартиры. «Аня», сказал Валентин, «а у тебя есть телефон?» «Я где-то записал номер полицейского, он приходил ко мне, спрашивал обо всем и обещал найти преступников, которые со мной так поступили. Но, похоже, я уже нашел их сам. Можно я от тебя позвоню ему и попрошу разобраться во всем?» «Ну, конечно», кивнула Анна, не веря в то, что такое возможно. И вот все стало на свои места. Полицейский, едва услышав, о чем говорит Валентин Иванович, приехал к нему домой и увидел, что Даша и Костя уже собрали все более-менее ценные вещи, чтобы сбежать. Только их собственная жадность задержала их на месте. Зато Даша дала признательные показания, обвинив во всем Костю. Именно он заставил ее приехать к отчему наврать про беременность и попросить, чтобы он пустил их пожить вместе с ним. Даша так и сделала. А потом, когда Костя подсыпал Валентину что-то в еду, промолчала и только помогла поздней ночью погрузить тело отчима в машину своего сожителя. Тот отвез Валентина на пустырь и выбросил там, надеясь, что яд быстро убьет немолодого уже мужчину, а квартира достанется им. Косте удалось выполнить все задуманное и они были уверены, что Валентина Ивановича уже нет. У них хватило даже наглости позвонить на работу Валентины и сказать, что он умер, а потом принять от его бывших сотрудников денежную помощь, которую обычно оказывают ближайшим родственникам умершего. Даша и Костя в боли посмеялись над доверчивыми людьми, но деньги взяли. И все у них было хорошо. До того момента, пока Валентин не появился на пороге перед Дашей. Она испугалась до безумия, но когда поняла, что он ничего не помнит, обрадовалась. Не признавшись отчему, кто она, Даша и сразу же позвонила Косте и обо всем рассказала. Тогда они решили сбежать, чтобы не получить наказание за то, что сделали. И все-таки жадность их подвела. «Валентин», сказала Анна, когда все стало известно, «Послушай, а может быть, ты останешься у меня?» «Детей у меня нет, я уже много лет живу одна и, признаться, сильно устала от одиночества. Да и тебя мне оставлять не хочется». «А как же твоя свекровь?» улыбнулся мужчина. «Она очень старенькая, из дома не выходит. Смерть моего мужа и ее сына совсем подкосила старушку. Жить она со мной не хочет, а вот навещать и заботиться позволяет. Мы с тобой овдовели примерно в одно время». «Аня», Валентин обнял ее и прижал к себе. «Ты просто чудо, и я просто счастлив, что встретил тебя». «Я тоже, Валь», ответила она ему. «Я тоже». «Я тоже, Валь». «Я тоже, Валь». «Я тоже, Валь». «Я тоже, Валь». «Я тоже, Валь».